Ежегодно в Ненецком округе проходят акции по посадке деревьев. Приживаются ли саженцы? Как происходит процесс высадки? Какие существуют правила ухода за растениями? И в чем плюсы новой системы выращивания газона? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Наталья Дуркина. Идеальное время для пересадки кустов и деревьев – осень. Для того, чтобы растения прижились в наших краях, саженцы лучше сокупать в соседних регионах. Мы их приобретаем в питомниках, которые находятся в соседних регионах. Ближайший к нам – это в республике Коми, там есть несколько питомников. Стараемся закупать у них, потому что у них, соответственно, ближе всего условия к нашим. И, соответственно, более сильно гарантирован успех выживания этого растения при пересадке уже в наших условиях. Каждому растению требуется индивидуальный подход. Однако, одно неизменно – частый и обильный полив. Садовый центр Рубус для каждого саженца установил подземный автоматический полив каждые три часа. Допустим, когда вы высаживаете рябины, там необходим дренаж. То есть нужно делать либо керамзит, либо заказывать специально гальку мелкую, потом высыпать плодородный слой, потом основной слой, пересаживать растения, делать сверху мульчирование и полив. Особенно полив нуждается хвойной. То есть пересадили хвойной и мало поливают, то это все сразу гибель растения чревата совсем. Без должного ухода цена этих мероприятий – это просто объединение усилий разовое. Один раз в день, то есть высажили, высадили, а потом это может все погибнуть, но это плохо. Поэтому я всем рекомендую в округе, конечно, в первую очередь задуматься, когда вы хотите озеленять, и лучше это делать осенью. Что касается газона, то для его выращивания в условиях Крайнего Севера в Ненецкий округ привезли специальную гидросилку американского происхождения. Все необходимые ингредиенты техника сама перемешивает и настаивает. Далее из шланга поливают получившейся смесью участок, который необходимо зазеленить. На первый взгляд может показаться, что сотрудники просто окрашивают песок в зеленый цвет. Однако это не так. Дело в том, что вы наносите сразу готовый субстрат. То есть это вода смешанная с мульчой, с усилителями роста и семенами. То есть, соответственно, семена, попадая на почву, они сразу получают всю питательную, весь питательный субстрат, всю смесь уже непосредственно при выливе иона. То есть и потом, собственно говоря, надо, единственное, что необходимо делать для того, чтобы у вас был гарантирован успех, это поливать, поливать, еще раз поливать. У нас на Севере нужно, необходимо, конечно, очень много поливать в момент создания газона или пересадки растений. Такая система посадки газона гарантирует его полное появление уже спустя три недели.